Учителя для нас Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вместе с нами вы всякий раз учитесь читать и писать, складывать и умножать. Вместе с нами считайте звезды и спускайтесь в земные глубины. Изобретайте велосипед и доказывайте теоремы и логарифмы. Педагоги учат мудрости, передают жизненный опыт, все их зерна добра и чистоты. Дорогие и любимые наши учителя, вы посвятили всю свою жизнь служению знаний. Это очень достойно. Это очень достойно. Благодаря стараниям таких, как вы, наше образование считается одним из лучших в мире. Это служение, которое не знает каникул и перемен. Мы с огромным трепетом и волнением рады быть с вами в незабываемые мгновения в преддверии света благородного праздника. С днём учителя вас! Добрый день, уважаемые учителя! Мы рады приветствовать вас на нашем традиционном районном празднике, посвященном Дню Учителя. В истории человечества нет точной даты, определяющей рождение учителя на Земле. Но всё, что создано умом, талантом, руками людей, берёт своё начало в учительстве. Быть педагогом – это призвание, и это судьба. Только человек с тонкой душой, горячим сердцем и огромным багажом знаний может донести самое важное, значимое, нужное, помогая добрым словом, мудрым советом, выбором жизненного пути. Сегодня в нашем зале те, кто по велению сердца, учит детей добру и справедливости, формирует интеллектуальную и нравственную основу нашего общества. Заслуженные учителя России, Кубани, представители учительских династий, отличники народного просвещения, почётные работники общего образования. Руководители общеобразовательных, дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования. Творчески работающие педагоги и воспитатели. Все работники сферы образования. Преподаватели спортивных школ – почётные гости. Сегодня с нами председатель городского собрания города Сочи Виктор Петрович Филонов. Глава администрации Лазаревского внутригородского района города Сочи Олег Владимирович Бурлер. Заместитель главы администрации Лазаревского внутригородского района города Сочи Светлана Николаевна Кириченко. Начальник Лазаревского отдела управления по образованию и науке администрации города Сочи Анастасия Ивановна Гнусарева. Слово для поздравления предоставляется председателю городского собрания города Сочи Виктору Петровичу Филонову и главе администрации Лазаревского внутригородского района города Сочи Олегу Владимировичу Бурлеву. Добрый вечер, дорогие коллеги. Сегодня у меня приятная миссия от имени депутатов городского собрания Сочи поздравить вас, дорогие коллеги, с профессиональным праздником – Днём Учителя. Вы знаете, первые дни октября месяца, они все наполнены теплом, сердечностью, приятными хлопотами для всех, и для взрослых, и для детей. Почему? Потому что нам просто необходимо сказать добрые, хорошие слова удивительным людям, замечательным людям, тех, кто носит такое гордое имя «Учитель». Вы, дорогие, своим талантом, своим знанием, своим щедрой душой, вы делаете личность к выпуску из школы. Мне сейчас, в первую очередь, хотелось сказать искреннее слово благодарности нашим ветеранам педагогического труда. Спасибо вам большое за ваш труд, за ваши отношения, за то, что вы передаете свой опыт другим молодым. И вот то, что у нас в городе Сочи, педагогическое сообщество, очень творческое, очень стремящееся к новизне, к новаторству – это ваша заслуга. Но самое главное, самое важное – вы им даете простые истины, которые необходимо усвоить каждому. Это честность, порядочность, доброе отношение друг к другу. Поэтому еще раз, дорогие, всех вас, каждого из вас, с праздником, с Днем Учителя! Добрый день, уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений и, конечно же, ветераны педагогического труда. От имени и по поручению мэра города Сочи, КП Городского Алексея Сергеевича, от себя я поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. На самом-то деле, Виктор Петрович сказал много, но я соглашусь, что трудно переоценить все то, что вы делаете для наших деток. Ведь именно вы, учителя, формируете тот стержень в детках, закладываете тот фундамент и даете тот багаж знаний, без которого в будущем просто не обойтись. Вы знаете, вот у меня лично еще со времен школы и по сегодняшний день День Учителя ассоциируется с чем-то таким вот легким, праздничным. Объясню почему. Вот этот вот букет, который несет ученик в школу «Поздравлять учителя», этот букет пахнет, в первую очередь, налаживанием каких-то новых отношений, поскольку все грехи в этот день прощаются и все начинается с нового листа. Естественно, еще, что помнится, это, конечно же, сокращенные уроки в этот день. И дети очень это ценят. Вы знаете, в нашем районе работают более 600 педагогов. Заслуженных учителей из них Российской Федерации 174, заслуженных учителей Кубани 26, награждены знаком «Почетный работник общего образования» 65, «Почетная грамота Министерства образования и науки» 78 человек. Это очень серьезные цифры. Спасибо вам за ваш труд и за ваши, естественно, достижения в этом. В 2019 году вы выпустили 43 медалиста и более 150 человек у нас набрали высокие баллы в государственной итоговой аттестации. Так держать и только вперед. Я поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Естественно, каждому из вас желаю творческих успехов, ну и послушных деток. Спасибо. Мы чествуем самых талантливых, самых трудолюбивых, самых энергичных и творческих. Всех тех, кто приносит в жизнь добрую славу и делает ее интересной и разнообразной. Итак, угадайте, о ком идет речь. Этот человек всегда со всеми общается, решает любую проблему и в курсе всех событий. Он самый главный, и у него есть свой кабинет. И это, конечно, директор. Чтобы принять заслуженные поздравления и награды, к нам на сцену поднимаются Давыдова Аида Карленовна, директор средней и общеобразовательной школы номер 75, города Сочи. Смирнова Елена Владимировна, директор средней и общеобразовательной школы номер 77. Гагарян Луиза Суреновна, директор средней и общеобразовательной школы номер 79, города Сочи. Пасыник Татьяна Юрьевна, директор средней и общеобразовательной школы номер 80. Лопина Елена Валентиновна, директор основной общеобразовательной школы номер 81 города Сочи. Григорьева Елена Владимировна, директор средней общеобразовательной школы номер 82. Басы Наталья Николаевна, директор средней общеобразовательной школы номер 83 города Сочи. Рудниченко Ольга Николаевна, директор средней общеобразовательной школы номер 84. Маркарян Ваник Ливонович, директор средней общеобразовательной школы номер 85. Фоландия Юрий Витальевич, директор средней общеобразовательной школы номер 86. Касанова Альбина Аветисовна, директор средней общеобразовательной школы, номер 87 Узуняр Карен Альбертович, директор средней общеобразовательной школы, номер 88 Лашаури Наталья Владимировна, директор средней общеобразовательной школы, номер 89 Алиева Марзет Аслановна, директор средней общеобразовательной школы, номер 90 Рингар Татьяна Ивановна, директор средней общеобразовательной школы, номер 91 Урзина Ольга Алексеевна, директор средней общеобразовательной школы, номер 92 Аганисян Брида Саркисовна, директор основной общеобразовательной школы, номер 93 Убашева Даханев Даулетовна, директор средней общеобразовательной школы, номер 94 Абжан Гайне Атлеровна, директор основной общеобразовательной школы, номер 97 Рудометкина Светлана Александровна, директор основной общеобразовательной школы, номер 99 Все награждаемые остаются на сцене для памятного фото Аплодисменты! Уважаемые директора, спасибо вам за высокое служение избранному делу За неутомимый творческий поезд, доброту и душевную щедрость Пусть никогда не иссякнет доброта и мудрость в сердце Не подрастет огонь искренней преданности своему делу Этот музыкальный подарок для вас Занимайте места и наш праздник продолжается Аплодисменты! ПЕСНЯ 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 Учителя, учителя, мы скажем «нет, а я!» Учителя, учителя, на ваших душах держится земля! Ура! Ура! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Let's go! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мы продолжаем награждение в номинации Вершина мастерства. Для награждения приглашаем заместителя главы администрации Лазаревского внутригородского района города Сочи, кандидата педагогических наук, Светлану Николаевну Кириченко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый день, дорогие мои коллеги, уважаемые. Сегодня замечательный день. Мы все слова поздравления, благодарности направляем вам, не только нашим педагогам. Мы, конечно же, не забываем за всех наших дошкольных работников, которые отметили 27 сентября свой профессиональный праздник. Хочу пожелать всем нам, коллеги, конечно же, вдохновения. Конечно же, чтобы ваш профессионализм с каждым днем оттачивался. Чтобы в этом учебном году мы открыли как можно больше звездочек. Чтобы наши дети всегда с любовью и нежностью вспоминали о вас, о своих педагогах, которые вкладывают всю душу, которые вкладывают все знания для того, чтобы наши дети были самыми лучшими, самыми достойными. Здоровья, благополучия, везения, удачи, всего доброго, коллеги. Пусть исполнятся все ваши мечты. Праздник! Бурными аплодисментами мы встречаем на нашей сцене Галаян Наталья Николаевна, заведующая Центром развития ребенка детского сада номер 63. Встречаем Виноградову Галину Валентиновну, заведующую детским садом номер 72. Бурные аплодисменты. Сырочевская Людмила Анатольевна, заведующая детским садом номер 84. Никипорова Ольга Ивановна, заведующая детским садом номер 87. Баглаева Марина Потерпиевна, заведующая детским садом номер 97. Ягубова Оксана Александровна, заведующая детским садом номер 104. Матюшенко Наталья Владимировна, заведующая детским садом номер 111. Матюшенко Наталья Владимировна, заведующая детским садом номер 118. Матюшенко Наталья Владимировна, заведующая детским садом номер 122. Для вручения благодарственного письма приглашается Андрухаева Суретнуховна, заведующая детским садом номер 124. Казанцева Светлана Федоровна, заведующая детским садом номер 125. Богданова Ревсиме Сергеевна, заведующая детским садом номер 126. Афанасьева Александра Геннадьевна, заведующая детским садом номер 127. Также поприветствуем аплодисментами Агаджанян Анна Инфрунзеновна, директор Центра детского творчества города Сочи. Ту Рашид Сапарбевич, директор детско-юношеской спортивной школы номер 6. Прищепа Елена Александровна, директор Центра дополнительного образования «Новое поколение». Все награждаемые остаются на сцене для памятного входа. Говорят, что все может тот, кто вкладывает в дело душу. Уважаемая Светлана Николаевна, разрешите поздравить вас с праздником как педагога и выразить огромную благодарность как человеку, который очень многое делает для нашего образования. Присущая вам работоспособность, нацеленность на достижение конечного результата, способность принимать решения, коммуникабельность, доброжелательность, терпение восхищает. С Днём Учителя вас! Уважаемые руководители, низкий поклон за вашу благородную деятельность. С праздником вас! Мы гордимся вами. Пусть вам всегда светит в солнце удача. Пусть вас не покидает надежда на лучшее. Просим вас занять свои места в зале. Просим вас! Продолжение следует... ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Спасибо большое! Всех с праздником! ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Сегодня на нашем празднике присутствуют ветераны педагогического труда. И мы благодарим вас за мудрость, терпение, ласку, золотые руки и добрые сердца. Летят года, за ними не угнаться, спешат часы, сменяя день за днём. Но знаю, не устанут удивляться тем временем, что осенью зовём. Аплодисменты ветеранам отрасли образования! АПЛОДИСМЕНТЫ Горите вы, пусть завтра освещая, и пакел в вашем сердце пусть не погаснет никогда. Во все времена вы находитесь в центре общественной жизни, являетесь хранителями знаний, культуры и высших духовных ценностей. Ваши профессионализм, мудрость, чуткость и терпение поистине бесценны. Для награждения в номинации ветераны педагогического труда мы приглашаем начальника Лазаревского отдела управления по образованию и науке администрации города Сочи Анастасию Ивановну Гнусареву. По замечательной традиции в начале октября мы обращаемся со словами признательности и любви к людям, которые выбрали самую благородную профессию – педагога. Дорогие коллеги, с праздником! Педагоги нашего района – это гордость нашего района, это богатство нашего района, это культура и красота нашего района. Вы всегда высоко держали и держите планку своей профессиональной деятельности. Вы идете в ногу со временем, внедряете инновационные образовательные технологии, поддерживаете и продолжаете и сохраняете традиции в школе, в районе, в городе. Постоянно повышаете качество образования наших детей. Готовите победителей и призеров, олимпиад, соревнований, конкурсов. Самое главное – сохраняете престиж профессии, престиж педагога. Спасибо вам, благодарность вам за то, что выбрали эту профессию, за преданность этой профессии, за то, что постоянно развиваете систему образования нашего района. Желаю здоровья, мира, счастья, успехов, благодарных и целеустремленных учеников, которые не должны, вернее, оправдать ваши надежды. Я говорила, конечно, не оправдают. Дорогие ветераны педагогического труда, мы равняемся на вас, благодарим вас, говорим вам спасибо и помним о вас всегда. Низкий поклон. С праздником, коллеги! АПЛОДИСМЕНТЫ Под бурные аплодисменты! Мы приглашаем тех, кто посвятил образованию 40 лет своей жизни. Встречайте на нашей сцене Киреева Зинаида Ивановна, учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы номер 77. АПЛОДИСМЕНТЫ Помогаева Валентина Федоровна, воспитатель детского сада номер 84, города Сочи. АПЛОДИСМЕНТЫ Шведова Любовь Александровна, учитель кубановедения средней общеобразовательной школы номер 82. АПЛОДИСМЕНТЫ Байдаченко Наталья Николаевна, учитель начальных классов основной общеобразовательной школы номер 99. АПЛОДИСМЕНТЫ 50 лет. Полвека трудятся в образовании те, кто сейчас поднимается на сцену. Встречаем Снегирева Антонина Михайловна, воспитатель детского сада комбинированного вида номер 76. АПЛОДИСМЕНТЫ Елеминян Маргарита Мисаковна, учитель биологии средней общеобразовательной школы номер 77. АПЛОДИСМЕНТЫ 50-летний стаж. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Школа номер 80 это единственная школа, которая может похвастаться самыми опытными и мудрыми учителями в нашем районе. Настоящий золотой фонд образования. За их плечами 55 лет педагогической деятельности. Бурными аплодисментами поприветствуем Ложенко Светлану Алексеевну, учителя русского языка и литературы средней общеобразовательной школы номер 80. АПЛОДИСМЕНТЫ Стопычева Галина Сергеевна, учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы номер 80. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Учителю английского языка средней общеобразовательной школы номер 80. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Памятная фонра. АПЛОДИСМЕНТЫ Это еще не все. Это еще не все, да? АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас мы приглашаем на сцену юбиляров председателей профсоюзных комитетов наших образовательных организаций. Благодаря вам ваши профсоюзные организации укрепили свои позиции и сохранили единство. Своим умением и желанием прийти на помощь людям вы подтверждаете, что вы лидер, которому нет альтернативы. Встречайте! Брыкалина Нина Петровна, учитель английского языка. 25 лет Нина Петровна является председателем профсоюзного комитета гимназии номер 76. Ясиновская Светлана Андреевна, инструктор по физической культуре. Вот уже 30 лет председатель профсоюзного комитета детского сада номер 84. АПЛОДИСМЕНТЫ И еще одно фото на память, общее. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемая Анастасия Ивановна, примите искренние поздравления с замечательным праздником Днем Учителя. Мы уверены, что наш руководитель самый неравнодушный, социально и профессионально активный, ответственный и мудрый, а также обаятельная и привлекательная женщина. Желаем вам счастья, успехов, высотних целей, мудрости в управлении людьми, терпения, здоровья и новых достижений. АПЛОДИСМЕНТЫ Просим вас занять почетные места под аплодисменты зрительного зала. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Пусть все планеты, солнце, людям ярко светит Всем, кто с дружбой дорожит Пусть все города далекие и континенты Радуга соединит Ярким краском радуги Очень-очень рады мы, очень-очень рады мы В синем небе радуга, радуга, желание мы По ней идем босиком По светлым ступенькам шагаем Голосыми ногами в песню в разуге поем По светлым ступенькам шагаем Голосыми ногами в песню в разуге поем Пусть сразу до света на нашей планете Пусть сразу до света улыбаются дети Синя в небе радуга, радуга, желание Мы по ней идем босиком По сизним ступенькам шагаем Босыми ногами песню радуге поем Синя в небе радуга, радуга, желание Мы по ней идем босиком По сизним ступенькам шагаем Босыми ногами песню радуге поем Песню радуге поем Синя в небе радуга, радуга, желание 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 Синя в небе радуга, 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 желание Синя в небе радуга, радуга, желание Огенов не знает, где он Я пошел к начальнику вокзала и гневно Спросил Где бригадир пятнадцатого поезда?! Но что он я ответил? В первых трех вагонах Тогда этот ответur не показался мне смешным Начался нешуточный скандал Часть пассажиров кое-как оселили по остальным вагонам. В другой части поменяли билеты на следующий поезд. С грехом пополам все добрались до Ленинграда. Но если в Риге не было первых трех вагонов, то к составу в Киеве присоединили два девятых вагона. Пассажиры, у которых были билеты в девятый вагон, естественно сели в первый из них. Потому что все нормальные люди с детства знают, что девятый вагон это тот, который сразу после восьмого. И никому в голову прийти не может, что после девятого окажется снова девятый. Словом, состав трогается. Удивленная проводница второго девятого вагона идет к бригадиру поезда и говорит. Мой вагон пустой. Какой вагон? Девятый. Хм, странно. Наверное, опять что-то в кассах напутали. Удивляется бригадир и дает на следующую станцию радиограмму. Продать билеты в девятый вагон. На следующей станции поезд стоит три минуты. Пассажиры, которым продали билеты в девятый вагон, тоже оказались людьми нормальными. Поэтому, как только объявили посадку, все дружно ринулись в первый девятый вагон. Он ближе всего к вокзалу. Проводница, у которой уже все пассажиры давно попили чаю и легли спать, в ужасе от такого количества двойников. Никого не пускает и говорит. Товарищи, тут какая-то ошибка. У меня только два свободных места. Остальные бегите к бригадиру поездом в первом вагоне. Причем бегите скорее, поезд сейчас тронется. Недовольные пассажиры с чемоданами, с сумками на перегонки бегут в первый вагон. Где их встречает очень удивленный бригадир. Вы откуда в таком количестве, товарищи? Из девятого вагона там все двойники. Бригадир понимает, что он чего-то не понимает. Но не понимает, что именно он не понимает. Впрочем, разбираться некогда. К тому же у людей законные билеты. Поэтому он быстренько расселяет всех на свободные места в первые вагоны, облегченно вздыхает и дает разрешению поезду трогаться. В это время проводница второго-девятого вагона, который по-прежнему пустой, снова идет к бригадиру поезда и говорит. Мой вагон пустой. Как? Спрашивает бригадир, думая, что он сходит с ума. Вместе с проводницей он идет вдоль всего состава, и обнаруживает, что у него два девятых вагона. Тогда он понимает, что произошло. Бригадир снова облегченно вздыхает, возвращается в свое купе и дает на следующую станцию радиограмму. Отцепить девятый вагон. Дело было ночью. Те, кто отцеплял, тоже оказались людьми нормальными, умеющими считать до девяти. Поэтому, повозив состав по частям туда-сюда, они отцепили первый-девятый вагон и отвезли его на запасной путь, о чем немедленно сообщили бригадиру. Бригадир в третий раз вздохнул с облегчением, дал команду отправлять поезд и стал готовиться ко сну. В это время проводница второго-девятого вагона, который по-прежнему пустой, снова идет к бригадиру поезда и говорит «Море вагон! Пустой!» Я не знаю, попал в сумасшедший дом после этого рейса бригадир поезда или нет. Мне эту историю рассказывал пассажир, ехавшись со своей женой в первом-девятом вагоне. Поздно ночью он вышел в тамбур и думает «Отчего это мы так долго стоим?» Выглянул в окошко, а ни спереди, ни сзади вагонов нет, не говоря уже об электровозе. Вокруг стель голая и холодно освещает запасной путь полная луна. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые коллеги, профессия учителя удивительно сочетает в себе молодость души и мудрость слова. Каждый дневный нелегкий труд и ежедневный праздник победы знаний. Педагоги, которые сейчас выйдут на нашу сцену, тратят множество бессонных ночей на составление конспектов и презентаций. Каждую минуту делятся с нами знаниями. Окружающие их люди легко ответят на вопросы, что такое ФГОСы, сколько будет дважды два, кто виноват и что делать. Они обладают душевным характером и с радостью принимают все педагогические инновации. Для награждения в номинации «Педагогическое мастерство» мы приглашаем нашего коллегу, председателя городского собрания города Сочи, Виктора Петровича Филонова. Дорогие коллеги, прежде чем приглашать тех замечательных педагогов, которые объявлены, мне бы хотелось сюда пригласить очаровательную оптимистку Анастасию Ивановну, руководителя территориального отдела образования Лазаревского района. Анастасия Ивановна, я хочу вас поздравить с праздником наступающим и сказать, что на ваши хрупкие плечи возложена такая ответственность за все учебные заведения, школьные, дошкольные, внешкольные, дополнительного образования. Это нужно только иметь столько энергии, профессионализма для того, чтобы каждое учебное заведение работало по программе, не было сбоев. И мы понимаем, сколько на ваши плечи спускается всевозможных бумаг, указаний, все, которых надо туда-туда-туда довезти, и вы с этим справляетесь. Спасибо вам большое. Вам удачи, успехов и дальнейшего роста. Аплодисменты Анастасии Ивановне. А мы приглашаем на сцену Майорова Ирина Александровна, педагог-психолог детского сада номер 76 города Сочи, призер краевого конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог Кубани-2019». Крутикову Наталью Игоревну ждем здесь, на сцене, инструктора по физической культуре детского сада номер 76. Наталья Игоревна является победителем краевого конкурса «Лучшие педагогические работники дошкольных образовательных организаций» в 2019 году. Отмечена медалью благотворительного фонда «Наследие Меделеева за службу образованию». На сцену приглашается Алянина Инна Петровна, музыкальный руководитель детского сада номер 63. В 2019 году заняла призовое место в муниципальном туре краевого конкурса видеозанятий «Обеспечение развития дошкольника в условиях реализации современного дошкольного образования». Стала лауреатом в университетном этапе краевого конкурса «Лучшие педагогические работники дошкольного образования» в 2019 году. Комаров Валерий Александрович, учитель истории и общества знания средней общеобразовательной школы номер 77. В 2019 году Валерий Александрович стал победителем конкурса «Учитель года» 2019 города Сочи. Абонисиан Гайне Заграбовна – учитель начальных классов средней общеобразовательной школы номер 77. Гайне Заграбовна – финалист городского конкурса «Учитель 21 века». Победитель городского конкурса «Лучший классный руководитель», организатор работы с родителями и школьными по пропаганде здорового питания. В 2019 году награждена дипломом призера городского конкурса «Классных руководителей». Самый классный-классный 2019. Кучерявец Ирина Валентиновна – воспитатель детского сада общеразвивающего вида номер 84 города Сочи. Победитель краевого конкурса «Лучшие педагогические работники дошкольных образовательных организаций». Лауреат муниципального этапа всероссийского конкурса «Профессионального мастерства педагогов. Мой лучший урок» в 2018-2019 учебном году. Абсолютный победитель второго этапа смотра конкурса «Дед Мороз» и путешествие в школу интеллектуальных кудесников. На сцене Авдеева Зоя Олеговна – учитель музыки средней и общеобразовательной школы номер 84 города Сочи. Победитель городского конкурса «Учитель года Сочи-2019». Участник краевого конкурса «Учитель Кубани». Приглашаем Казакову Яну Игоревну, учитель математики средней и общеобразовательной школы номер 84. Победитель городского конкурса «Учитель...» Извините. Сейчас. Лауреат городского конкурса «Учитель Сочи-2019» в номинации «Молодой учитель Сочи». Также Цветкову Елену Николаевну приветствуем аплодисментами. Учитель истории и общества знаний средней и общеобразовательной школы номер 75. Елена Николаевна возглавляет музей боевой славы. Подготовила победителей муниципального этапа краевого крыльевического конкурса «Жизнь во славу Отечества». Награждена грамотой Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Соболева Евгения Алексеевна приглашается на сцену. Воспитатель Центра развития ребенка «Детский сад» номер 118 города Сочи. Евгения Алексеевна принимает активное участие в конкурсах, диссеминациях, научно-практических конференциях и является лауреатом городского конкурса «Воспитатель года Сочи-2019». Альбилова Валентина Ивановна заведующая оркестровым отделением, преподаватель по классу скрипки «Детской школы искусств номер 3». Валентина Ивановна воспитала не одно поколение талантливых учеников. Ее воспитанники становятся лауреатами краевых международных конкурсов и фестивалей. Встречаем аплодисменты! АПЛОДИСМЕНТЫ! Рябкова Наталья Викторовна, заведующая народным отделением, преподаватель по классу «Домры» и «Балалайки» детской школы искусств номер 3 города Сочи, солистка оркестр русских народных инструментов под управлением заслуженного работника культуры России Синёва Юрия Борисовича. Адаменко Олег Петрович, преподаватель художественного отделения детской школы искусств номер 4. Является членом Творческого союза художников России и Международной федерации художников. Выставляет свои авторские работы в выставочном зале Центра национальной культуры. На сцену приглашается Курс Патима Юнуссена, преподаватель хореографии детской школы искусств номер 4, руководитель хореографического ансамбля «Адыги». Её коллектив является неоднократным победителем национальных, краевых и международных конкурсах. Матюкова Галина Владимировна, преподаватель объединения портопиано детской школы искусств номер 2. Воспитанники Галины Владимировны, активные участники концертов, детской филармонии и районных мероприятий. Бурные аплодисменты, коллеги! Приглашается Коршова Наталья Александровна, преподаватель объединения живопись детской школы искусств номер 2. 70-летие победы, национальная палитра, день города, 9-е всемирные хоровые игры – это лишь малая часть конкурсов разного уровня, победителями которых являются ученики Натальи Александровны. На сцену приглашается Виноградова Айгуль Андреевна, преподаватель объединения живопись детской школы искусств номер 2. Айгуль Андреевна является автором программы раннего эстетического развития. Работа ее воспитанников – постоянные участники выставок для оформления концертов детской филармонии. Бурные аплодисменты! Приглашается Червякова Галина Тимофеевна, преподаватель объединения портопиано детской школы искусств номер 2. Галина Тимофеевна ведет большую методическую работу, выступая с методическими разработками и открытыми уроками. Учащиеся в ее классе активные участники концертов детской филармонии и районных мероприятий. Калягина Елена Александровна – преподаватель объединения портопиано детской школы искусств номер 2. Елена Александровна – творческий активный педагог. Ее воспитанники – неоднократные участники детской филармонии. И, конечно же, честь награждаемых на сцене. Звучат бурные аплодисменты! Сегодня в городе Краснодар также проходит торжественное мероприятие, посвященное Дню Учителя, на котором получают свои заслуженные награды три педагога нашего района. Языкова Алена Владимировна – учитель общества знания, заместитель директора учебно-воспитательной работы в психшколе номер 80. Победитель Всероссийского конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижение педагогической деятельности в 2019 году. Артемьева Оксана Анатольевна – методист, педагог дополнительного образования «Центр детского творчества Дагомыс» города Сочи. Оксана Анатольевна является победителем краевого конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 2019 году. Боголюбцева Светлана Ивановна – учитель русского языка и литературы в лицее номер 95. Удостоен звания заслуженный учитель Кубани. Давайте поздравим наших коллег бурными аплодисментами. Уважаемый Виктор Петрович, мы гордимся тем, что городское собрание Сочи возглавляет педагог. Вы, как никто другой, понимаете, что такое нелегкий учительский труд. И с математической точностью решайте все вопросы в отрасли образования. От всей души поздравляю вас с Днём Учителя! Вода на память! Уважаемые коллеги, ваш энтузиазм и любовь к избранному пути с успехом помогают воплотиться новым преобразованием в отрасли. Пусть ваши старания, отдача в работе, любовь к профессии, тепло ваших сердец отражаются в успехах воспитанников. Искренне желаем вам доброго здоровья и счастья! Просим вас занять почётные места в зрительном зале! Пусть ваши старания, отдача в гостях, отдача в гостях, отдача в гостях, отдача в гостях. Пусть ваши старания, отдача в гостях, отдача в гостях. Пусть ваши старания, отдача в гостях, отдача в гостях, отдача в гостях. Пусть ваши старания, отдача в гостях, отдача в гостях, отдача в гостях. Пусть ваши старания, отдача в гостях, отдача в гостях, отдача в гостях. Пусть ваши старания, отдача в гостях, отдача в гостях, отдача в гостях. Пусть ваши старания, отдача в гостях, отдача в гостях, отдача в гостях. Пусть ваши старания, отдача в гостях, отдача в гостях, отдача в гостях. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 душевной красоты. Желаем радости, терпения и бесконечной доброты. Дорогие педагоги, все работники отрасли, преподаватели учреждений культуры и спорта, вы носители высокой миссии, предназначение которой сотворение личности, утверждение человека в человеке. Мы благодарны вам за то, чтобы отдали образованию много сил, труда и знаний. Вы олицетворение нравственности, культуры, преданности своему делу. Вы формируете человека нового века, духовно богатого, разносторонне развитого, гражданина новой великой России. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Сергея Викторовича Притчина, светорежиссёра нашего коллегу-учителя английского языка. Лукьяненко Ивана Александровича, видео и звука оператора. И поздравляем его с днём рождения! Иваны, те аплодисменты, ваше честь! Матвеенко Александр Иванович, художник-постановщик. Гуро Ирину Викторовну, педагога по вокалу Центра национальных культур. Саенко Марину Викторовну, художественного руководителя образцового ансамбля песни и танца «Дебют». Веселову Людмилу Евгеньевну, режиссёра Центра русской культуры. Ламидзе Марину Васильевну, директора детской школы искусств номер 3. Дорогие педагоги, с праздником! Пусть всегда светит солнце и счастье улыбается вам. Пусть удача и успех сопровождают вас всегда. Пусть у вас всегда будет хорошее настроение. До свидания! До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин